Всем привет! Если ты начинающий предприниматель, то это видео будет очень полезным для тебя. В нем я расскажу о пяти самых распространенных ошибках в начале пути. Никогда не начинайте бизнес на заемные средства. Используйте всегда свой накопленный капитал. Со своими деньгами вы будете максимально эффективными в принятии решений и в построении бизнес-модели в своем новом, свежем бизнесе. Заемные же средства принесут вам массу неудобств. Вы можете нарушить свои идеальные отношения с родственниками, которые окажутся вашими инвесторами, либо будете иметь большие проблемы с банком. И вам придется работать вдвойне больше, вдвойне сложнее, чтобы найти новый источник дохода. Прежде чем вкладываться в производство наемных сотрудников, а также офис, вам обязательно нужно протестировать нишу и свой потенциальный продукт. Нужен ли он кому-то вообще? Итак, берем простой метод, делаем небольшое интервью потенциальной целевой аудитории и спрашиваем, нужен ли им этот продукт, нужен ли им этот товар. Заходим в Google Тренды, вводим свой товар или услугу, проверяем, какое количество целевых запросов есть на рынке. И такой метод, конечно же, вам поможет сэкономить большое количество времени, а также денег. Кстати, на этом канале я беру интервью крутых бизнесменов и инвесторов, поэтому подпишись на канал. Проанализируйте своего конкурента. Например, если вы хотите открыть кофейню, возьмите кофейню конкурента, оцените ее, сколько может потенциально приносить такой бизнес, какие есть подводные камни, возможно, штрафы и доп. затраты, которые будут ждать вас. Вы можете оценив всю информацию, наложить ее на свое помещение, оценить его проходимость и более лаконично подойти к организации своего бизнеса. Не начинайте бизнес, пока не будете уверены, что разбираетесь в теме. Тут есть три варианта развития событий. Первый – это пойти учиться, чтобы получить эту экспертизу. Второй – это купить экспертизу. И третий – это пойти работать в этой сфере, чтобы наработать свою экспертизу. Итак, разложим это более детально. Первое – вы можете записаться на профильные курсы, чтобы получить квалификацию в этой сфере. Например, квалификацию баристы. И тут вам уже станет более понятно, как правильно строится бизнес с самого низу. Второе – нанять уже готовых специалистов. А они уже поделятся своим опытом с вами. Но этот путь для более состоятельных начинающих бизнесменов. Третье – это пойти и нарабатывать свою экспертизу. То есть вы устраиваетесь на стажировку, например, баристой, работаете полгода. И уже у вас есть отличное понимание о том, из чего строится бизнес и из каких частей он состоит с самого низу. Никогда не тратьте на себя первые заработанные деньги в бизнесе. Я, конечно, понимаю, что вам сразу хочется купить себе крутую одежду, квартиру, машину. Но делать этого не стоит. Реинвестируйте обратно в бизнес. Вложив деньги в бизнес, вы получите огромный выхлоп в будущем. Если это видео было полезным для тебя, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok